Ага, я это говорила. Сейчас сначала помыть все. Пылесос-то запустила, а он в коридоре же не может помыть, пока там стоят вот эти вот для обуви штукенцы, да, поддоны. Получается, поддоны надо убрать, значит, надо всю обувь убрать, ну, помыть, чтобы поддоны. Значит, надо оба кошкиных туалета помыть, ну, это всегда, каждый день такая процедура. И получается, что яйца у меня закипели, я их залила холодной водой, и пока у меня пылесос тут работает, побежала всю убирать, чтобы ему расчистить место в коридоре, помыть. Думала снять процесс и ускорить, да какой там я бегаю, то с туалетами кошачьими, то с поддонами человечьими, то с пылесосом с этим. Первый притащила, сейчас помою. И каждый день, ну, как каждый, вот вчера я этого не делала, а вообще обычно каждый день, ну, чешется не могу, а почесать тоже не могу. Сейчас еще второй принесу. Делаю это в раковине, раковину потом заливаю домесосом, а куда это еще делать? Мыть в унитаз выносить, я пробовала, они слишком низкие, перегибаются и у меня разливаются по пути. Мне проще в раковину вот так помыть, а потом раковину помыть до места, самых проблем никаких нет. Вот чистый поддон, подобный. Сейчас еще один притащу. Я сначала пожалела, что взяла маленький, а теперь, я думаю, маленький еще удобнее. Ну, чтобы мыть, надо было несколько маленьких. Еще бы штуки два, я вообще бы проблем не была. Просто щеткой смываю. Тут, посмотрите, сколько. И соль, и грязь, а постоянно выходим-заходим, на пол вообще не наступаем, только на поддоны на эти. Пол, конечно, чистый, ничего не могу сказать. Но на поддонах вся вот эта грядище, лужи, все, ну, слава богу, не по полу. Потому что, когда у меня их не было, все это по полу тепло, и приходилось поднимать всю обувь, мыть все, весь пол. А теперь только обувь с одного поддона в другой сгрузил, поддоны помыл поочередно. И красота. Ну, все, чистый, как с мной. Никаких себе проблем. Доместо сужу тоже приготовила. Но сейчас я еще здесь не закончила с грязной работой. Раковину после уже помою. Сейчас я за это поставлю. Так и живем. Не завтра камши. Не завтра камши. Всегда кошки на туалеты. Замачиваю оба. Ну, я бы могла, конечно, этого не показывать. Вы можете и не смотреть. Но, в общем, происходит такая история. Все из кошкиных туалетов выкидывается, естественно. Все это промывается сначала, унитаз сливается. А потом заливаю прямо до места сам полностью и лотки, и все вместе. Все вместе, чтобы было чисто. И решетку, и лоток. У нас она любит, раньше мы пользовались, знаете, каким, как он называется, кацан. Но потом, как-то вот кацан ей перестал нравиться. Как мы определили, с неокотой она ходила в туалет и постоянно мяукала. Как только ей туда приходилось идти, она как бешеная мяукала. Потом мы пробовали силикагель. Тоже нам не понравился. Потом мы купили самый дешевый, вот такой древесный. И вот чудо. Кошке это понравилось, и теперь проблем у нас нет. Один туалет у нее исключительно для того, чтобы совершать свои небольшие жизненные потребности. А второй туалет у нее для того, чтобы совершать свои подвиги в нем. В общем, всегда два туалета. Есть такие коты, которые вот сделали, и сразу им надо помыть. У моей сестры такой. Слава богу, у нас не такая. Потому она у нас может спокойно прожить, например, когда мы уехали, два-три дня, чтобы без обслуживания ее. Она может спокойно действительно прожить. И туалета ей не будет оставлять неудобством, да, чтобы не помыть прям всю секунду. И слава богу, что так. Откуда у нее это появилось, эта привычка, или как это называть, наверное, от прошлого хозяина. Тот вообще там нифига за ней не ухаживал, ничего не мыл. И только я этим занималась. Ну, видимо, она с самого детства привыкла, что каждый раз за ней выносить не будет. И у нас сейчас этой проблемы вообще исключена, ее просто нет. Ну, конечно, я не запускаю это дело. Проще помыть, все высыпал, принес, лотки залил до месяца сам. Потом щеткой прошелся, помыл. Эта щетка специальная для всех этих примут. Больше я этой щеткой ничего не делаю. А ты сейчас подумаешь, что я еще посуду ей чищу. Господи Иисусе. Не надо давать идеи, вот эти, знаете. Потому что ведь у нас люди такие. Ну, вот этот лоток мне давно не нравится. У него мелкая вот эта фракция. Мелкая... Ну, вот мелкая, как назвать-то это... Сетка. И тут постоянно все застревает. Вот этот наполнитель застревает. Там покрупнее, легко все просыпается. Вот этот, кстати, для важных дел. Тот не для очень важных дел. Это прям дом. Вот этот лоток я ставлю в дом. У нее все это в доме, ну, закрыто. Ничего никогда не видно. Ничего, никакого запаха нет. Все всегда вымывается на ухнаде. Все чисто. И вообще, вот, когда говорят, там держит животное запах. Ну, если запах есть, значит, хозяева не могут. У меня в квартире запаха животин. Ну, бывает, конечно, когда мы с отпуска там уехали надолго. И, например, если не убирали там 3-4 дня, конечно, может появиться запах. А по большому счету, какой может быть запах, если ты ежедневно все это моешь и всегда все чистое. Ну, какой может быть запах? Никакого, конечно. И всегда есть запах только там, где скопление всего этой грязи. У нас так не бывает. Сейчас замочу, пусть постоит. Слышите, наяривает других. Вот вроде бы, да, говорят, запустить пылесос. Я не против. Это проще, чем если бы я пылесосила. Да, кажется. А на самом деле, когда пылесосишь своими руками, подошел, поднял все, где тебе надо. И пропылесосил. А когда этот дружок, надо под него подстраиваться. Все поднимать, все убирать. Все, пусть стоит замоченная вместе с этой щеткой. Вот. А вот туда, в коридор. Один в углу уже ва Тиндра стоит всегда. А второй, вот целый дом. Еще раз на нее убавь. В этот дом вставишь. И все, скажите, не падает. И наполнитель. Самый обычный. Что-то вы у меня такие темные. Или я у вас такая темная. Самый обычный наполнитель. Уберется. Ну все. И сегодня я тебе все сделала. Это на место. Пока здесь не уберется, дружок. Я даже чаще поднимаю. Ставлю в лоток этот. В лоток для обуви. Кошачий лоток. Чтобы он здесь прошелся, я этот помыл. Все, дружба. Все. Наконец-то. Теперь можно и позавтракать. Вообще. Пока все переделается, чокнуться можно. Пойдемте поедим.